Доброе утро. В студии Коржан Смогулов. Буквально через несколько минут начнется пленарность здания Можилиса парламента. Депутаты сегодня рассмотрят четыре вопроса. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности. Далее о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа. А также о ратификации договоров между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче и правовой помощи по уголовным делам. После мажористмены зачитают свои депутатские запросы. Очень надеюсь, что обсудить и расставить точки над «и» в первом и втором пунктах мне помогут мои гости. Позвольте их представить. Итак, сегодня у меня в студии присутствует военный аналитик Ермек Сейдбаталов. Доброе утро. А также руководитель Центра частного законодательства Института парламентаризма при управлении делами президента Республики Казахстан Мируерд Кабулбаева. Доброе утро. Ну что ж, я думаю, что законопроекты сегодня достаточно интересные, поскольку речь идет о информационной безопасности. Документ рассматривается в первом чтении. Если я правильно понимаю, речь идет о той безопасности, которая касается персональных данных и так далее. Ну что ж, заседание начинается. Давайте буквально начнется через несколько секунд. Давайте посмотрим. Документ рассматривается. Документ рассматривается. Документ рассматривается. Документ рассматривается. Документ рассматривается. Продолжение следует... 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 И вот боты, которые питаются в том числе даркнетом, то есть черным интернетом, где продаются данные, которые реально утекли при взломе с информационных систем, мы этот вопрос тоже так или иначе будем блокировать. Плюс институт уведомления об утечках данных. Каждому пользователю, если его данные утекли, вам смс придет по 14.14 о том, что ваши данные утеряны, вы будете предупреждены. То есть это тоже очень важный момент. И последнее по поводу ваших опасений относительно администрирования. Действительно такие опасения есть, потому что сегодня у нас в комитете информационной безопасности работает 20 человек, и осуществлять госконтролем будет непросто. Поэтому сейчас мы будем также поднимать вопрос о том, чтобы штат укреплялся, развивались, может быть, отдельные институты по контролю за персональными данными. Это уже вторая наша часть, но она не связана с законами, она связана прежде всего с организацией системы госуправления. Поэтому я думаю, что если эти задачи мы будем решать планомерно, то ситуация изменится к лучшему. Спасибо. Депутат Бессингалиев Берк Турсунбекула. Рахмет Комитерлан Жаханулла. Мой вопрос адресован докладчику. Вот вы в своем докладе сейчас сказали, что это уже третий пакет документов, которые касаются именно вопросов защиты персональных данных. Вот если прийти к, скажем так, реальности, к рынку, то, например, банковская или телефонная мошенничество, оно, скажем так, ухудшается. На самом деле проблема не решается. И на сегодня, наверное, таких мошеннических операций становится все больше и больше. Вот только что там предыдущий депутат тоже задал вопрос, что там общественный резонанс вызвал там, что казахстанские, вот скажем, персональные данные утекли в открытое пространство через боты там телеграм-канала. И сейчас и банки, и сотовые операторы, и вот эти вот мессенджеры, плюс там службы доставки, все имеют доступ к персональным данным. И вот в связи с чем вопрос конкретно. Скажите, пожалуйста, вот именно в этом законопроекте, какие меры борьбы предусмотрены с этим явлением? И второе. Вопрос администрирования. Кто конкретно и как будет администрировать? Не получится ли, что мы примем закон, хороший закон, но из-за того, что нет должного администрирования, этот закон работать не будет? Спасибо за вопрос. Действительно, значит, по вопросу электронного мошенничества, частично электронное мошенничество, ну, по большей части электронного мошенничества является следствием, значит, незаконного обладания персональными данными граждан. И здесь нужно четко разделить. Есть те данные, которые действительно получены в ходе взлома или утечек. Это одна история, да? И есть те данные, которые получены из открытых источников, как сейчас уже в ответе прозвучало. То есть те данные, которые мы сами либо добровольно излишне запрашиваем информацию, размещаем на интернет-ресурсах, либо эти данные наши публикуют государственные органы. Но у нас, к сожалению, этим страдают многие государственные порталы, когда публикуются ИИНы, когда публикуются налоговый комитет, публикуют много информации, судебные решения в открытом доступе публикуются, там содержатся наши данные и так далее. Это второй вопрос. То есть, по сути, эти данные попадают с разных источников, аккумулируются мошенниками и используются. Это совершенно правильно. Что предлагается в законе? Ну, на первый вопрос, когда я отвечала, в принципе, я указала, что госконтроль, он многие вопросы по профилактике решит. Те же самые банки, обладатели больших массивов персональных данных, они как бы подпадут под профилактический контроль. Теперь они сегодня обладают статусом частных операторов персональных данных, соответственно, несут ответственность, такую же, как госорганы, за ту информацию, которую обрабатывают. Это мы сделали в предыдущем пакете, сегодня это очень эффективно, правоприменение проходит. Это второй момент. Третий момент. Сегодня в законопроекте, вот конкретно по мошенничеству, мы обсуждаем две новеллы. Сейчас уже в процессе работы сравнительная таблица. Первая новелла – это правовой статус антифродового центра при Национальном банке. Соответствующее предложение получено, и сейчас мы уже активно этот вопрос обсуждаем. Если, полагаю, этот антифродовый центр будет создан, то Национальный банк в своем лице будет контролировать процессы вот таких операций, в том числе и будет видеть, какие персональные данные используются. И второе. Вы видели все, что техническое решение по добровольному отказу от кредитов в кабинете ЕГОВ, оно уже реализовано. Уже, наверное, пробовали все пользоваться. Это, значит, когда ты можешь добровольно поставить запрет на выдачу онлайн-кредитов себе там или пожилой родственник может поставить там, потому что обычно пожилых людей обманывают на таких вещах. Значит, эта кнопка работает, но правового статуса у нее сейчас нет. Мы в этом законопроекте правовой статус кнопки даем. Таким образом, ее учет этого мнения, отказа добровольного, он будет обязателен при выдаче кредита. Таким образом, мы полагаем, что вот в части безопасности мы усилим именно вот в части противодействия электронному мошенничеству. Пока вот такой план, но в целом все меры, которые предлагаются в рамках защиты персданных, они все направлены на борьбу в том числе с электронным мошенничеством. А по поводу администрирования, я вот в предыдущем вопросе говорила, что да, нам предстоит усилить регулятора. То есть Министерство цифрового развития, это конкретный регулятор, который отвечает за это. И КИП, Комитет информационной безопасности, это его подразделение, которое занимается вопросами безопасности. Депутат Ким Вера Александровна. Спасибо, уважаемый Ролан Жаканович. Мой вопрос адресован докладчику. Екатерина Васильевна, в своем выступлении вы сказали о том, что даете правовой статус так называемым белым хакерам. Однако хакеры это все-таки взломщики, нарушители закона, они не могут быть белыми. Вот получается мы даем такой правовой статус преступникам. Вот в этой связи хотелось бы уточнить, насколько на ваш взгляд данная норма безопасна, если атаковать они будут государственные информационные системы. Спасибо. Спасибо за вопрос, его часто задают. Однако это международный опыт. Платформа BugBounty существует во всем мире, они действительно защищают, аккумулируют всех специалистов в области информационной безопасности. И они работают по договору, по заказу той или иной компании для того, чтобы осуществлять конкретный взлом. И результаты этого взлома они дают заказчику, чтобы он устранил эту ошибку. Белым хакер, он может легко стать черным, совершенно правильно вы отметили. Но если мы не будем использовать их потенциал в правовом поле, если мы не будем их привлекать к защите наших информационных систем, завтра они действительно уйдут на черную сторону и взломают нас с другой стороны. И уже мы не сможем этим никак управлять. Поэтому, конечно, мы прежде чем вот эту правовую конструкцию в законопроекте предложить, мы смотрели на пилотный проект. Сегодня у нас одна платформа реализуется в пилоте. Там порядка 1700 у нас исследователей зарегистрировано со всего мира. Уже 1936 положительных кейсов есть. Поэтому мы полагаем, что рисков здесь никаких нет, все строго регламентировано. Наоборот, риски есть, если мы в законе это не учтем. Спасибо. В большей степени законопроект направлен на защиту персональных данных в связи с тем, что после пандемии у нас, например, увеличились объемы вот этих онлайн-продаж, онлайн-доставки и так далее. Этого не избежать. Мы сами вводим свои персональные данные, адреса, данные банковской карточки. Поэтому также увеличиваются риски их утечки. Поэтому законопроект в первую очередь направлен на установление контроля за деятельностью организации, которые обладают этими персональными данными. В настоящее время контроль, меры принимаются, когда уже произошла утечка. То есть пока эта жалоба поступила, только после этого выходит на контроль. То есть уже постфахтум. А по законопроекту госорганы будут иметь возможность принимать меры профилактического характера. То есть выехать на проверку и посмотреть, соблюдаются ли ими защита вот этих персональных данных граждан. Вот это вот первое направление. Второе, это вот запрет на сбор информации, то есть удостоверение личности, если эта организация имеет доступ к государственным базам данных. То есть если по ину он может получить ваши данные, то он не вправе требовать у вас удостоверения личности. И далее сопутствующие, вот как уже говорилось, легализация белых хакеров. Они будут в программе регистрированы и так далее. Ну здесь надо для зрителей пояснить, что речь идет о тех специалистах по IT-безопасности, которые, ну скажем так, по заказу государства пытаются найти уязвимости в системе. Да, это специалисты, которые будут искать уязвимые места информационной системы. Они все будут регистрированы и их работа будет регистрирована. То есть что они исследовали, когда, кто они, все. Ну это как-то, хоть как-то узаканивает их деятельность. Ну, тем не менее, на ваш взгляд, насколько можно говорить о том, что только усилиями государства можно навести порядок в этой сфере и предотвращать утечки, и предотвращать случаи мошенничества, когда у людей, там, я не знаю, взламывают их счета, угоняют деньги и так далее? Ну, государство, да, тоже должно участвовать, но в первую очередь, именно вот в данное время граждане сами должны обладать какой-то информационной гигиеной, да, вот они должны знать, куда вводят, кому вводят, чтобы достоверная была эта организация, действующая была. А то бывает у нас там, когда мошенники звонят, граждане просто так диктуют вот эти коды, которые они просят, и лишаются своих средств. Вот хотя бы по таким моментам у граждан должно быть такое знание, минимальное знание информационной безопасности. Здесь для зрителей поясню, что существует несколько видов, собственно, кибермошенничеств. Одни из них построены на технических приемах. Самый распространенный из них это так называемый фишинг, когда создается, ну, скажем так, копия, нелегальная копия какого-то известного сайта. Предположим, речь идет о банковском сайте, там может отличаться буквально одна буква в строке, адресной строке этого ресурса, и она ведет не на настоящий сайт вашего банка, она ведет именно на искусственно созданную страницу. Там вы вводите свои данные, и, собственно, они остаются в базе у мошенников. После этого они могут делать с вашими данными все, что угодно. Есть еще так называемая социальная инженерия, это когда, собственно, вас с вами разговаривают, и вас убеждают раскрыть все свои данные. Вот это наиболее распространенные способы мошенничества, и противостоять им, на самом деле, действительно, как отметила наш эксперт, очень несложно. Что ж, я так понимаю, мы можем вернуться в зал мажориста парламента и послушать, что происходит далее. Продолжение следует... Продолжение следует. 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 Акпарат жария кадастыр картасында жарияланатын болады. Оны Казан айының аяғына дейін осы жоспарлану атырмыз. Депутат Базарвек Пақытчан Жуануиғыл. Екінші рет микрофон олысыңыздар. Қазақтың бір белгілі мақалы бәрет. Мен не дейім, домбрам не дейді. Мен сізге жария кадастырлық карты туралы сұрап тұрған жоқ. Мен сізге жердің иесі кім? Айыз кізі базасы бойынша жердің иесі аты жөні ашып болу керек. Орғыс конвенциясыны қосылдық. Орғыс конвенциясы конституцияның төртінші бабына сәйкес, ұлттық заңнамадан басын күші болады. Отер кәңгімейлерді қашын тұқтат астыр. Жер кадастырын ашуыңыз керек істер. Өзілді кесілді қалқын мұң осы. Мұндай өтер кәңгімейлерді біне жерді парламенттің төріне айту ұшы болмаңыздар. Бұлмасы кетіңіздер жұмыстан. Жақсы. Жауап бересіз ба? Жоқ. Жаңаға жауағыңыз бен қанағаттан дұрасыз ба? Жаңа қазан айында ашамызды отырған жоқсы ба? Жаңағы outcomes шоғыл бай жергіңіздер жау. Жық өрсіне! Продолжение следует... О том, что необходимо и людям самим тоже касаться, точнее, соблюдать вопросы информационной гигиены. Но когда речь идет о том, что мы волей-неволей вынуждены все равно пользоваться современными сервисами и так далее и тому подобное. На ваш взгляд, самый оптимальный алгоритм действий, если человек с этим все-таки столкнулся? Каким он может быть? Самый оптимальный вариант, если с этим столкнуться, это обратиться в правоохранительные органы, писать жалобу. Сейчас, например, люди даже не знают, на кого жаловаться. Я, например, сегодня пришла в ЦОН, оставила свои персональные данные, потом пошла в поликлинику, там тоже есть. Потом пошла в банк, оформила кредит, там тоже оставила свои данные. А на кого я буду жаловаться? Просто буду писать, наверное, что у меня произошла утечка, там деньги сняли и так далее. И там дальше уже задача, думаю, правоохранительных органов. Да, ну здесь, наверное, все-таки стоит учитывать, что, как госпожа Смышляева отметила, что пока у государства, скажем так, не так много специалистов, сотрудников, которые могли бы полностью это... Вот по законопроекту они, как получится, вот контроль вводят, вот организации, если у них произошла утечка информации, они сразу должны будут в течение одного дня сообщать об этом уполномоченному органу. Уполномоченный орган через портал электронного правительства должен будет сообщить всем гражданам, что и по их персональным данным произошла утечка. То есть, как бы предупреждают, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Тот вооружен, согласен. И вот он уже, если будет там кто-то звонить, мошенник, он уже будет иметь в виду, что у него утечка была. Вот такая норма, это один из нового законопроекта. Я думаю, что это действительно нужно. Господин Сеид Баталов, как вы думаете, здесь речь идет о безопасности просто, скажем так, на уровне человека, гражданина? Или в данном случае мы скорее рассматриваем вопрос в комплексе, внутри вопроса, ну, предположим, национальной безопасности? Да, поскольку речь при там незаконном, несанкционированном доступе к внутренним информационным базам, ну, больших каких-то организаций, если это госведомства большие или национальные компании большие, они ведь могут касаться уже интересов целой страны? Конечно, да. Это обязательно. Должно быть так, это вот эта информационная безопасность, сама политика должна быть четко структурирована и понятна. И информационная безопасность, она не только касается информационных технологий. Есть много видов. Есть система сигналов. Первая система сигналов, это, например, жесты. Вторая – это разговор на каких-то языках. Третья – это, например, печатные схемы или кодирование. Четвертая – там видео. И очень много таких есть. Кроме того, они подаются в разных формах. В печатных СМИ, в электронных СМИ, в телевидении и просто в общении людей. Поэтому то, что говорил вот насчет общения людей и различными там нейропсихологическими воздействиями, они выманивают эти данные, а потом ими пользуются. Но это должно быть на уровне государства. И многие, например, государства, скажем, не совсем честные в отношении других, они используют вот такие, как говорится, белые хакеры или черные, запускают различные виды вирусов, которые выкрадывают их основные коды, и потом они уже не проникают. И полностью даже могут разрешать и проникать в киберпространство. Ну, насколько я помню, у Казахстана для этого есть, в частности, проект Киберщит, который призван как раз... Да, есть ЦАРКО, которые призваны защищать разные уровни государственной системы от незаконных проникновений и так далее. Ну, а ЦАРКО, насколько я знаю, как раз таки расшифровывается Центр анализа кибератак. И они занимаются, собственно, поиском этих самых уязвимостей как у государственных органов, так и у, собственно, крупных частных и квази-государственных структур. Но, тем не менее, если речь идет о кибербезопасности на уровне страны, Вы, как военный аналитик, можете, ну, скажем так, подтвердить или опровергнуть, что сейчас подобные методы воздействия становятся одним из способов, ну, скажем так, ведения межстрановых конфликтов? Или это пока еще из области, скажем, слухов, фантастики и так далее? Или реально? Вы правы, есть вот гибридные войны, есть у них восемь шагов. Первый – это информационная война. На основе информационной войны создаётся образ врага и консолидированное мнение. Вторым шагом создаётся коалиция, которая, согласно, между ними заключаются договора. И когда эта коалиция достигает максимального взаимопонимания, они объявляют этой стране изгою, объявляют, или экономические бага, если они не достигают резолюции Совета Совбеза ООО, то объявляются международные санкции. Вот сейчас у нас эта история сейчас идёт похожая. Затем, когда эта страна изгои полностью опускается, потому что, Вы знаете, глобализм сейчас, да, международной торговли, сама страна всю линейку продукции не может производить. Она попадает в очень сложные ситуации. В это время туда вводятся на неправительственные организации, различные волонтёрские организации, которые преследуют их цель, и начинают рассказывать их социальную ситуацию. Если это не получается, применяются вот эти 198 методов, Джин Шарп, для того, чтобы произвести нападение на руководство этой страны. Если это не получается, они объявляют этой стране войну уже, горячую фазу. Вот сейчас идёт горячая фаза, да. А после горячей фазы они или меняют там руководство, организуют какие-то квази-выбзоры или прочее. Вот с этого всё это начинается. Поэтому вы совершенно правы, это граничит с национальной и государственной безопасностью. То есть, получается, законополит, который сегодня обсуждается, он направлен на безопасность не только отдельных граждан, но и, по сути, всей страны, да? Да. Ну, можно и так сказать. Да. Хорошо, давайте тогда вернёмся в мажорист парламента, потому что скоро должны начать обсуждать пункт номер два, касающийся оборонной промышленности и государственно-оборонного заказа. По тем фактам, приведённым в отношении тех субъектов, которые... Как правило, не доверите, да? Нет, имеется в виду, что у нас меры госконтроля сейчас в качестве плановых проверок отсутствуют, как таковые. То есть, мы можем сейчас действовать только в рамках жалоб, поступающих от пострадавших лиц. В этом случае конкретно мы... Эти данные я перепроверю, и мы вам полностью дадим ответ по этой конкретной ситуации. ...четыре раза отказа задаёт каких-то оснований нет. Хорошо, вы задали вопрос, отвечают. Да, если можно, тогда я у вас данные возьму, и поэтому отдельно вам доложусь. Спасибо. Пожалуйста, Екатерина Васильевна. Спасибо. Добавлю к первому. У нас сегодня находится, мы жили с парламента, законопроект о государственной корпорации. В части утечки предположение, что где-то может произойти утечка в цонах. И там работники госкорпорации приравниваются к выполнению... Их функции приравниваются к государственным функциям. Таким образом, ответственность за это будет нести по коррупционному законодательству, по административному, уголовному, а не как госслужб. Поэтому усиливается ответственность. Это мы делаем. Теперь по поводу административного ответственности, усиления, вернее, ответственности. Сейчас мы материальные нормы рассматриваем. То есть это вводим институт госконтроля, значит, уведомления и так далее. А дополнительно мы сейчас подаем предложение в административный кодекс. Там уже будет увеличение штрафов. Но прежде, вот вы правильно говорите, что у нас публикуются периодические материалы. Прежде мы уточняем в нашем законопроекте само определение персональных данных. Потому что если мы сейчас кратно увеличим штрафы, начнутся судебные процессы. И нужно понимать, что такое персональные данные очень четко и за что мы штрафуем. Поэтому степ-бай-степ мы сейчас к этому идем. Увеличены штрафы будут. Депутат Башимов Марат Советович. Честно говоря, это вопрос, наверное, больше к МВД. На самом деле нет возможности поменять только один вид персональных данных. Это биометрию. Потому что мы от своего лица никуда не денемся, условно. А ИИН это все-таки присваиваемый номер. Но это нужно обсуждать на уровне госорганов, которые регулируют вопросы. Ахмедси Гайерланджа. Минди Мангс Дусрах. Как раз про биометрию Екатерина Васильевна. Вчера тоже звонила журналистка. И четко говорит, с 1 января вводится тотальная дактилоскопия всех граждан Республики Казахстан. Что я не ожидал. Тотальная, то есть обязательная. Чего нету на постсоветском пространстве. Принят был закон в 2006 году. Удержит ли эту базу данных Министерство информации, я не знаю, поскольку столько сейчас было нареканий в этот адрес. И второе, Екатерина Васильевна. Из этого следует, что раз они не удержат, а представляете, у нас у юристов, это простой ответ. Дактилоскопия всегда принимается в ответственных, сложных ситуациях доказательства в уголовном процессе. А это база данных, которая сейчас вольется. Представьте, 12 миллионов населения будут сдавать в аулах и везде эту дактилоскопию, что само по себе неконституционно. И предлагаю, и можем ли мы ее отложить уже через несколько месяцев, два с половиной месяца, да, начнется это повальное мероприятие. Поэтому срок, повторюсь, я сам не ожидал, что такой закон работает уже. И он меня поверг немножко в шок. Рахмет, то есть в вашем законопроекте. Рахмет. Спасибо, Марат Саветович. Здесь вопрос в следующем. Значит, на самом деле дактилоскопические базы, они же и сейчас существуют. Просто они не собираются не у всех, а собираются там при определенных обстоятельствах. И, насколько мне известно, эта база находится в ведомстве Министерства внутренних дел. То есть какой уровень охраны будет этой базы, ну, это, я думаю, будет принято правильно административное решение. Что касается отмены, или, ну, в нашем законопроекте мы не ставили такой задачи работать с регуляторикой по биометрии. Вот. Но если будут предложения, мы готовы рассмотреть. Депутат Сармайдас Амралла. Рахмет. Цифрлаг даму министров. У меня такой вопрос. Вот смотрите, государство как-то себя может защитить. Крупные корпорации, банки, наверное, тоже имеют для этого ресурсы. Ну, мы знаем, что в любой системе информационной самое слабое звено – это человек. Как человек, наверное, каждый из нас защищает свой сотовый телефон или компьютер антивирусами. При этом про антивирусы тоже уже много что написано. Связывается со странами-производителями, спецслужбами стран-производителей, что от них тоже вытекает огромное количество данных. Есть ли вообще у вас какой-то перечень продукции, который был бы рекомендован, да, или который пользовался бы какой-то надежностью? Это первый вопрос. Второй вопрос, он связан уже с больше обучением населения. Вот я считаю, что те меры, которые предпринимаются по обучению населения, по борьбе с кибермошенничеством и другими преступлениями, это сегодня самый большой вал именно преступлений в этой сфере происходит на телевидении, в социальных сетях и так далее, в разных группах, в старших группах, возрастных. Я считаю, недостаточно. Даже вот эти принимаемые сегодня нормы, мне кажется, они нуждаются в том, чтобы их хорошо разъясняли людям. Чтобы не было потом, вот мы не могли обижаться, что, да, дескать, люди плохие, а вот у нас системы хорошие. Попробуйте подробнее ответить на вопрос. Вам вопрос. Спасибо большое за вопрос. Значит, первая часть, как я правильно понял, что речь идет об использовании физическими лицами различных мессенджеров и информационных систем. Да, есть здесь на самом деле, то, что касается социальных сетей, то, конечно, мы там определенный перечень рекомендаций вести не можем. В этом случае, конечно, мы бы придерживались бы рекомендаций относительно того, чтобы максимально использовать те сервисы, в том числе и социальные сети, антивирусные программы и другие обслуживающие программы, скажем так, технологическая часть которых расположена на территории Казахстана, которые являются субъектами регулирования нашего законодательства. Потому что, к сожалению, когда иностранная компания за пределами, скажем так, действия нашего законодательства, мы не сможем применять к ним никаких норм и мер воздействия. Что касается обучения населения, действительно, это один из самых важнейших вопросов, потому что вот эти темпы развития социальных сетей уже, скажем так, они проникли в черту личного пространства, эти многие социальные сети. И наиболее уязвимыми, как никогда, сейчас стали как раз-таки граждане, физические лица, поэтому соответствующие информационного характера ролики о базовых мерах по обеспечению кибербезопасности мы совместно с уполномоченными органами прорабатываем, доводим. Соглашусь, наверное, где-то, что этих мер недостаточно. И, как замечание принято, мы еще дополнительно проработаем Минпросвещение, но при этом в сами программы образовательные также ведется работа в том, чтобы на курсе информатики, компьютерной грамотности, на уровне именно школьников, школьных учреждений, эта информация тоже доводилась о базовых принципах по обеспечению информационной и кибербезопасности. Минпросвещение, можно добавлю буквально минуту? Коротко. По первому вопросу, по поводу доверенных программных обеспечений, у нас есть реестр доверенного программного обеспечения. Это отечественные продукты в информационной сфере, которые прошли все меры безопасности и аккредитованы нашими центрами информационной безопасности. Теперь это еще добавится репозиторий. И самый главный путь к тому, чтобы использовать безопасное ПО, вот мы сейчас запретим людям использовать иностранное ПО, а что мы им предложим? Нам нужно развивать импортозамещение, нам нужно поддерживать отечественных разработчиков, чтобы наших программных продуктов, конкурентных, было больше. Вот это самое главное, что мы сегодня можем делать. И они, естественным образом, вытеснят иностранные программные продукты. Я вижу в этом еще решение этого вопроса. Депутат САРМ Айдос Амролула. Второй раз. Я бы просто хотел, может, у нас есть сообщества профессиональные в интернете, может, они тогда, если госоргане может предложить, тогда им надо предлагать, что вот такие-то программы пользуются наибольшим доверием, у нас есть к ним доступ, они не передадут данные. И, соответственно, на их базе развивать не только государственные, но и частные организации, которые будут заниматься разработкой антивирусов и прочих программ. Спасибо. 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 Рахмет. Рахмет. Уважаемый Ирлан Джаканович, уважаемые коллеги, я поддерживаю данный законопроект и прошу вас его поддержать. Глава государства в своем послании 1 сентября поставил новые задачи в сфере цифровизации. Они касаются роста отечественного эти рынка, продолжения цифровой трансформации процессов государственного управления, отраслей экономики. Очевидные успехи Казахстана в вопросах развития электронного правительства и объемов экспорта информационно-коммуникационных технологий. Вместе с тем, такие быстрые победы по автоматизации и цифровизации услуг, безусловно, влекут определенные риски. Связаны эти риски с защитой информации. Уже сегодня многих казахстанцев беспокоит справедливый вопрос, насколько надежно охраняются их персональные данные, а в особенности биометрические данные. Опасения в буквальном смысле подогреваются все новыми и новыми сообщениями о том, где, как и в каком объеме сливаются или утекают персональные данные. Тревожным сигналом являются факты взлома информационных систем, регулярные хакерские атаки, в том числе на национальные информационные ресурсы. О регулярных утечках свидетельствуют и другие факты. Самое наболевшее – это электронное мошенничество. Принимая звонки с неизвестных номеров, каждый задается вопросом, откуда злоумышленник знает мой личный номер, мое имя и даже некоторые подробности моего текущего положения. Доводы в пользу наведения и поддержания порядка в сфере использования персональных данных можно продолжать. Хочу подчеркнуть, что данный законопроект – неситуативное решение, как реакция на очередной инцидент. Это этап системной работы по правовому обеспечению сферы информационной безопасности. Ранее депутатами были инициированы и уже вступили в силу еще два пакета поправок, связанных с работой частных операторов персональных данных, их защиты при трансграничной передаче внедрению института согласия на использование. Сегодняшние изменения вводят в Институт государственного контроля в сфере персональных данных. Кроме того, операторы данных будут обязаны уведомлять регулятора об утечках и принятых мерах. Поэтапно законодательная база очищается от излишних требований по сбору бумажных копий документов. Это формирует новую культуру обращений с информацией. Соблюдение цифровой гигиены одинаково важно как для операторов, так и для граждан. Кроме того, уточняется самоопределение персональных данных. Конкретизация этого понятия позволит повысить качество контроля, рационально распределив усилия регуляторов. Важное значение для сферы защиты нашего информационного суверенитета имеет создание государственного центра информационной безопасности, консолидация исследователей информационных систем, так называемых белых хакеров, вокруг задач по обеспечению кибербезопасности страны. В дальнейшем нам предстоит усилить ответственность за ненадлежащее обращение с персональными данными. Регулятор уже после принятия законопроекта необходимо будет обеспечить его качественное администрирование. И нужно думать об этом уже сейчас. Уважаемые коллеги, еще раз хочу подчеркнуть важность предлагаемых изменений и призываю поддержать данный законопроект в первом чтении. Итак, заканчивается обсуждение законопроекта по вопросам информационной безопасности. Увы, наше время заканчивается. И мне хотелось бы все-таки с моим экспертом по военным вопросам обсудить очень коротко пункт номер два. Но прежде чем это сделать, очень коротко важную новость, которая только что поступила. Казахстан с рекордом завевал первое золото азиады. Наградой удостоилась женская сборная Казахстана по стендовой стрельбе. Первенство проходит в Ханчжоу. Наши спортсменки стали лучшими в женских командных соревнованиях. В ските на 50 мишеней с результатом 350 и рекордом азиатских игр, опередив соперниц из Китая и Таиланда. Нашу страну представляли Зоя Кравченко, Асем Ормбай и Ольга Панарина. Подробнее об успехах казахстанцев на летних азиатских играх расскажут мои коллеги в выпусках новостей. Итак, господин Сейдбаталов, очень коротко, на ваш взгляд, состояние и основные вопросы казахстанской оборонной промышленности. Ну, чтобы казахстанские вооруженные силы определились, сначала надо, какие нужны вооружения, потому что не все новое, не все, что лучшее, она пригодится нам. Должна быть вот эта линейка моделей, и затем она должна быть размещена в Министерстве оборонной промышленности, которые должны полностью обеспечить ее. И то, что могут производить наши, или то, что может закупаться, связываясь с их, с включением договоров с теми, кто поставщики. На ваш взгляд, насколько современная казахстанская армия, ну, скажем так, может быть обеспечена только своим отечественным вооружением, снаряжением и так далее, 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 и так далее. Надо к этому стремиться. Надо к этому стремиться, но на сегодняшний день они могут обеспечить, но это оружие, к сожалению, совсем устаревшее. Необходим трансфер технологий с других развитых стран, с ними договариваться, и, ну, параллельно с закупками, трансфер технологий и обучение кадров. На чьи технологии вы бы сейчас в мире сделали основную ставку? В конце концов, насколько я понимаю, ну, разные блоки идут в разных направлениях. Ну, я думаю, на разные блоки не надо смотреть, всегда выгодные продажи, всегда они есть. Есть закон о экспортном контроле, какие-то страны могут разрешить, какие-то могут не разрешить. Вот, например, Турция, она по всей линейке, начиная с космоса, ядерных технологий, авиации, беспилотников, можно положиться на них. Отлично. Спасибо огромное. Мне осталось только напомнить, что вместе со мной сегодня в этой студии обсуждали вопросы из мажориста парламента военный аналитик Ермек Сейдбаталов. Огромное спасибо. А также руководитель Центра частного законодательства и Института парламентаризма при управлении делами президента Республики Казахстан Миру Эрд Кабулбаева. Огромное спасибо. Итак, телеканал Хабар 24 продолжает свое вещание. В мажористе парламента продолжается обсуждение законопроектов, всего их четыре, так что трансляция будет продолжаться. А я встречусь с вами в 16.15 в программе «Дневная смена». Продолжение следует...